Здравствуйте, друзья! В этом видео мы расскажем вам о том, как можно задействовать игры и игровые ситуации на уроках английского языка. Потому что, во-первых, это помогает раскрепостить людей, а во-вторых, помогает им вспомнить их знания английского языка. Поэтому давайте разбираться. Итак, давайте познакомимся с одной из игр, которую я использую на уроке. Она называется Dixit. Пособие для этой игры — это карточки с одним именным названием Dixit. Вы можете их скачать в интернете. Просто достаточно вбить в поисковик Dixit карты для игр. А что это собой представляет? Dixit — это вот такая вот карточка, точнее их набор. На карточке нарисовано что-то абстрактное. Эти карточки раздаются людям. И причем люди не показывают друг другу эти карточки. И, например, человек, который ведущий этого одного из раундов, этот человек, он смотрит на все свои карты и говорит, например, говорит. This card is love. То есть он просто дает название тому, что нарисовал. Например, эта карточка — это любовь. Но он ее не показывает, он просто про себя говорит. This card is love. И кладет ее на стол, рубашка вниз. На стол или в какую-нибудь емкость. Желательно даже в емкость, чтобы никто не видел, где его карточка. Остальные люди смотрят на свои карты и пытаются подобрать, какая из карт, которая у них, может быть по ассоциациям ближе всего к понятию любовь. Ну, как-то так. Просто какая карточка, на их взгляд, похожа на любовь. Они выбирают, кладут в эту же емкость, рубашкой вниз. Когда они все совершили свой ход, учитель, ну или ведущий, да, учитель, достает карточки, переворачивает их, выкладывает на стол, рубашку вверх. И остальные участники пытаются понять, какая из этих выложенных карточек была первой. То есть, какая карточка начала этот процесс. Они смотрят на карточки и всех высказываний, но, естественно, все это производится на английском языке. То есть, эта игра, она стимулирует людей использовать какие-то абстрактные понятия, потому что вы же не можете сказать, что эта карточка, например, торт или пирог, но слишком как-то просто. То есть, вы пытаетесь придать какое-то абстрактное значение карточкам. И это интересно. Люди задействуют абстрактные понятия. Они практикуют использование суффиксов формирования существительных или просто вспоминают, как формуют существительные. Также они просто пытаются общаться, то есть, акт коммуникации в игре. То есть, они пытаются объяснить, почему, на их взгляд, эта карточка может означать любовь. Это потому что то-то и то-то и то-то. Потому что, например, здесь изображено что-то, что символизирует. То есть, люди используют коммуникацию такую нетривиальную, то есть, они общаются и пытаются выразить свои мысли насчет абстрактных форм и символов. То есть, эти карточки можно легко найти в любом поисковике. Мы в школе распечатали эти наборы карт на нашем принтере. Он хоть и черно-белый, но все отлично видно. То есть, это практически абсолютно не затратно по применению усилий. Так что наслаждайтесь этой игрой. Стоит перейти к следующей игре. Эта игра называется Who am I? И также она известна в русскоговорящей среде как крокодил, кто я? Все, что с этим связано. Цель этой игры такова. Люди в группе, они берут стикеры, просто бумажки. И они друг другу, своему партнеру, кто сидит с ними рядом, пишут на бумажке имя какого-нибудь известного человека. Персонажи из книги, известной книги. Персонажи из фильма известного, который более-менее все могут знать. Какого-то известного человека, писателя, умершего, живого, неважно, известного. Надо, чтобы более-менее все о нем слышали. Потом люди, написав этого персонажа или человека, они дают эту карточку их соседу. Причем они дают эту карточку так, чтобы не показывать, что это написано. Естественно, в этом фишка игры. Они дали эту карточку своим партнерам, игра начинается. Соответственно, в чем смысл игры? Человек, которому дали карточку, должен при помощи вопросов общего характера выяснить у остальных, кто он. То есть, вопросы всегда должны быть с той целью, чтобы ответ был да или нет. Всегда. Потому что вопросы частного характера не интересны. Эта игра помогает людям, во-первых, раскрепоститься, получить какое-то веселье на уроке, во-вторых, помогает людям, особенно на начальном этапе изучения, понять сультуру вопроса. Как задается вопрос в разных временах, какие использовать можно прилагательные и так далее. То есть, мне кажется, это идеальный способ закрепить сразу много очень времен, выяснить, в чем ошибки у людей в задавании вопросов и так далее. Очень интересная игра, я рекомендую. Для этого требуется лишь набор таких бумажек, стикеров и все. И все. Возможно, доска, чтобы писать мне объяснение. Следующая игра, которую мы активно используем, она называется, эта игра называется Either or, ну или выберись двух. Как-то так. В чем смысл игры? Учитель предлагает студентам придумать какую-нибудь тему, любая тема общения. Например, тема может быть hobbies. Просто, например, тема hobbies. Мы записываем эту тему на доске. Далее. Один человек из группы называет свой вариант этого темы, свой вариант, как это может быть хобби. Например, fishing. Следующий человек говорит второй вариант хобби, какая может быть. Например, listening to music. Следующий человек, третий человек в этой цепочке должен выбрать either fishing or listening to music. А четвертый человек, если, конечно, есть четвертый человек в группе, должен пытаться пояснить, почему третий выбрал именно это хобби. То есть, конечно, если людей, например, меньше четырех, то третий человек, он же сам и объясняет, почему выбрал. То есть, в принципе, эту игру можно варьировать как угодно. Главное, вот эти вот принципы были. Чтобы было выбор из двух и чтобы другой человек объяснил почему. То есть, эта игра помогает людям, опять-таки, почувствовать себя как-то легче на уроке, расслабиться. Во-вторых, эта игра поможет стимулировать воображение. Темы могут быть различные. Дальше эта игра просто помогает пояснить, просто пытается вам помочь, подсказать, как вы можете пояснить свои мысли. То есть, почему я выбрал это и это. Потому что то-то, то-то, то-то. То есть, логичная структура использования английского языка. Очень простая игра. Опять-таки, ничего не нужно, кроме людей, доски, маркеров. Все. И ваша фантазия. Все очень просто. Следующая игра, которую можно очень хорошо и с успехом использовать. Эта игра, она называется Speaking with Elements. Ну, на самом деле, у этой игры нет на самом деле как за кого-то. Но Speaking with Elements поясняет нам, что вы будете говорить о чем-то с помощью каких-то элементов. Очень все просто. Опять-таки, учитель просит, чтобы люди дали ему тему. Любую тему. Например, видеогеймс. То есть, видеоигры. Далее, люди, каждый человек в группе просто называют ту тему, которую проходят в этой группе. Ну, и прошли. Например, у нас четыре человека в группе, предположим, и один человек говорит there is the rock. То есть, тема вот этой конструкции. Второй человек говорит, например, past simple. Отлично. Третий человек говорит articles, артикли. И четвертый человек говорит, например, prepositions, предлоги. То есть, мы вместе с темой эти элементы все пишем на доске. И выбирается человек, который будет говорить в этом раунде. И этот человек, который будет говорить, он должен использовать все эти четыре элемента, говоря на эту тему. То есть, например, у нас есть видеогеймс, элементы there is, there are, articles, prepositions и past simple. Как это может быть? Например, there is a video game which I downloaded yesterday. I was playing this video game for five hours. То есть, мы используем все четыре элемента здесь. Все четыре элемента замечательны. Эта игра помогает людям вспомнить все, что они проходили, как бы в одной теме, причем это очень не скучно. Это не то, что просто тест делать. Это очень не скучная тема. Говорение и вспоминайте все темы. Потрясающе. Мне кажется, эта игра пользуется большим успехом вообще в группах. Последняя игра, которую мы упомянем, эта игра называется grammar auction, то есть, аукцион грамматики. Вообще, это может быть vocabulary auction, grammar auction, то есть, либо аукцион грамматики или аукцион лексики. В чем смысл? Учитель пишет на доске предложение, в котором либо может быть ошибка, либо нет. Например, мы можем писать такое предложение, очень простое, но это бывает. They didn't went to my house. They didn't went to the party. Многим покажется очевидно это предложение, но для начинающего уровня, например, это очень интересная ситуация. They didn't went to the party. Потом учитель спрашивает у всех, кто в группе. What do you think? Is it a wrong sentence or a right sentence? То есть, правильно ли это предложение или нет? Ученики должны работать как на уционе. Например, один человек говорит. I think it is wrong and I bet 100 points. То есть, я думаю, что это неправильное предложение, я ставлю 100 очков, просто, любая цифра. Итак, каждый ученик высказался, правильно ли это предложение или нет, поставил какую-то свою ставку, просто как очки. Потом учитель, после того, как все сказали свои ставки, учитель объясняет, например, this is wrong, это неверно. И потом учитель говорит, you should say they didn't go. То есть, учитель исправляет. Соответственно, те, кто говорит, что это неправильно, получили эти очки. Те, кто говорит, что это правильно, они ничего не получают. И так далее. Можно вот так вот играть с каждой ситуации. Люди ставят очки, то есть, можно потом записывать очки, подсчитывать их. Можно разные варьировать предложения, лексика, грамматика. Но в любом случае это интересно. И опять-таки, это помогает людям вспомнить, закрыть какие-то пробелы в своем знании, вспомнить. И вообще почувствовать себя какой-то ролевой модели, будто на аукционе, будто это какая-то игра. Это были те игры, которые я, как преподаватель, использую на урок английского языка. Если вы знаете еще какие-то другие игры, игровые ситуации, пожалуйста, напишите об этом в комментарии к этому видео. А также подписывайтесь на наш канал. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok